Здравствуйте! Сегодня я вам покажу и расскажу, как связать вот такой узор. Один вид этого узора. Здесь точно такой же, только между ними я сделал расстояние. Здесь почти такой же узор, только разные направления влево и вправо. А здесь этот же узор, только внутри него провязан ряд лицевыми петлями. Он пошире, чем этот. Видите, этот узенький, а этот более широкий. И вот трёхцветный узор. Также покажу, как закрыть петли, чтобы каждая петля соответствовала своему цвету. Это по кругу связано. Вот изнаночная сторона. Ровная вся. Протяжки все ровные, аккуратные. И расскажу, как этот же узор связать прямым полотном. Где можно применять этот узор? Ну, допустим, вот эту часть можно пустить на манжеты. Обвязка, рукавец. Можно использовать на головной убор. Также можно использовать для обвязки носок, пинеток. А можно обвязывать пледы. Использование этого узора довольно таки широко. Итак, для начала возьмите какие-нибудь ёмкости, в которые вы уложите клубки. И поставьте их не в таком положении, близко друг к другу, так как нить сильно будут перепутываться в таком положении. А поставьте их на расстоянии побольше друг от друга. Сначала я вам покажу вязание по прямому полотну на двух цветах. Делаем петлю. Вводим в петлю спицу. Нити разделяем. И обычным методом делаем набор. Первая петля у нас закрепилась. Вот она. И набираем n-ное количество петель. После того, как мы набрали какое-то необходимое n-ное количество петель, вязание поворачиваем. Нити укладываем на указательный палец. Обе нити. А средний заводим под вторую нить. Вот таким образом. Первую петлю снимаем. Вторую петлю провязываем голубым цветом. Затем салатовым. Голубым. И вяжем изнаночными петлями весь ряд. Меняя цвета нитей. И вяжем изнаночными петлями. Теперь голубым. Салатовым. Голубым. Салатовым. И так мы вяжем до конца ряда. Вот довязываю ряд до конца. У меня салатовый цвет провязан. Голубой. И салатовый. Голубой. И салатовый. И вот мы дошли до петли, с которой делали набор. Мы ее просто сбрасываем. Она нам нужна была для того, чтобы только набрать петли. Теперь мы вязание поворачиваем. Вот здесь у нас лицевые петли. Теперь мы нити перебрасываем вперед. Первую петлю снимаем. Следующая у нас идет голубого цвета петля. Вот она. Мы ее провязываем изнаночной. Тоже голубым цветом. Причем провязываем за переднюю стенку бабушкиным методом. То есть ввели спицу в петлю и провязали. Хвостик уберем. Теперь мы салатовую нить под низ заводим. И вяжем салатовым цветом. Теперь голубую вниз. За переднюю стенку бабушкиным методом. Салатовую вниз. То есть мы нити крутим по часовой стрелке. И так мы вяжем до конца ряда. И заканчиваем мы ряд. Изнаночными петлями также. И вот такой вид у нас получился. Теперь мы поворачиваем вязание. Первую петлю снимаем. Вторую петлю тоже снимаем. И теперь мы крутим нити на обратной стороне. Вот таким образом. Провязываем эту. Салатовую. Опять перекручиваем. Голубую. Перекручиваем. Салатовую. Перекрутили. И заметьте, вяжем лицевыми петлями. Перекрутили. Нити крутим против часовой стрелки. И вяжем за заднюю стенку лицевыми петлями. Вот за заднюю стенку петли лицевыми петлями. И так мы вяжем. И вяжем до конца ряда. Заканчиваем ряд. И вот у нас получился узор. Вот такая косичка. Затем вы можете вязать обычными лицевыми петлями. Значит нити укладываем вот таким образом. Снимаем первую петлю. И снимаем вторую петлю. И вяжем лицевыми петлями. Ну я не знаю. Может быть кому-то понравится изнанкой вязать это дело хозяйское. Поэтому вяжите кому как нравится. Вяжем лицевыми петлями. Так мы вяжем до конца ряда. После того как мы закончили вязать лицевыми петлями, поворачиваем вязание. Нити перебросили. Две петли мы, вот первые две петли мы снимаем не провязывая. Нити перекинули. Укладываем на указательный палец обе нити. А под одну вводим средний палец. И вяжем изнаночные петли. Вяжем за переднюю стенку. Потому что за нее удобнее в данном случае. Вяжем изнаночные петли. При таком расположении нити, да еще если вы емкости с клубками поставили на каком-то определенном расстоянии, то есть не близко друг к другу, то у вас нитки не перекрутятся. За исключением того, когда мы сами перекручиваем для узора. А когда мы вяжем просто лицевые и изнаночные, то нитки не перекрутятся. Вот закончили мы вязать изнаночный ряд изнаночными петлями. Вот у нас лицевой ряд. Здесь лицевые петли. Давайте еще раз провяжем два ряда. Опять нити укладываем на указательный палец. Две петли. Первые мы снимаем. Кладем уби нити на указательный, а средний под нить. И вяжем опять простыми обычными лицевыми петлями. Теперь у нас получается за заднюю стенку. Итак, мы вяжем до конца ряда. Довязала я до конца ряда лицевыми петлями. Уже видна у нас хорошо картинка. Поворачиваем вязание. И вяжем изнаночные петли. Две петли мы первые снимаем. Не провязывая. Вот они, две петли. Нити опять же располагаем, как я вам рассказывала. И вяжем изнаночные петли. И вяжем изнаночные петли. И вяжем изнаночные петли. И так до конца ряда. После того, как вы провязали какое-то количество рядов. И вам, допустим, нужно эти петли закрыть. Как они закрываются. Чтоб каждый цвет закрывал свои петли. Укладываем опять нити, как я вам показывала. Вяжем изнаночные петли. Сделали натяжение. И вот теперь смотрите. Желтую мы провяжем голубой петлей. И наденем на левую спицу. Затем мы провязываем две голубые с желтым цветом. И надеваем на спицу. Теперь две желтых с голубым. Теперь провязываем желтым цветом. То есть два цвета одинаковых мы провязываем другим цветом. И вот у нас видно, что каждая петля соответствует своему цвету. И так закрываем. До конца ряда. Теперь мы с вами свяжем этот же узор. Только с тремя цветами. Вот как здесь. Берем нити двух цветов. Делаем петлю. И в петлю вводим спицу. Все так же, как и в предыдущем показе. Разделяем нити. И набираем необходимое количество петель. Какое вам нужно. После того, как вы набрали столько петель, сколько вам нужно. Вязание поворачиваем. Первую петлю снимаем. Вторую петлю провязываем нитью другого цвета. Причем провязываем изнаночной петлей. Теперь в работу вводим нить еще одного цвета. И мы вяжем тоже изнаночную петлю. Начинали мы с нити салатого цвета. Значит вяжем ею. Изнаночная петля салатовая. Голубая. И розовая. Но желательно крутить так. Чтобы потом они не перепутались. Теперь крутить их в обратном направлении. То есть теперь вверх. Вот так. Салатываем. Голубая. Голубая. И розовая. Но вяжем мы их за переднюю стенку изнаночными петлями. салатовая пятна. Голубая. И розовая. Салатовая. Голубая. Салатываем. Салатовая, голубая, розовая, розовая. Все. И последняя петля, с которой мы начинали вязать, вот она распустилась. Она нам не нужна. Теперь мы поворачиваемся на лицо. Вот это лицевая сторона. Теперь мы вяжем лицевой ряд. Три первые петли мы снимаем не провязывая. Нити перебрасываем к себе, как при изнаночном вязании. И вяжем. Вот у нас розовая петля. Мы ее провязываем нитью розового цвета. Причем провязываем изнанкой за заднюю стенку. Далее у нас идет голубой цвет. Вот рабочую нить снизу вверх вот так перекручиваем. И провязываем изнанкой. Следующий у нас салатовый цвет. Салатовый сюда под низ. Провязываем изнанкой. Затем у нас идет розовый цвет. Провязываем изнанкой. Голубой. Салатовый. Розовый. Розовый. Голубой. Розовый. 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 Под низ, изнанка, затем у нас идёт салатовый цвет. Под низ. Теперь розовый, перекручиваем под низ. Голубой, салатовый. И вот так вот вяжем до конца ряда. В принципе, это то же самое, что мы вязали на двух цветах. Только сейчас добавили ещё один цвет. Это уже, конечно, посложнее. Но, кто его знает, может кому-то это и понадобится. Вот провязали мы по лицевой стороне. А здесь у нас изнанка. Теперь будем вязать по изнаночной стороне. Опять же, 3 петли мы снимаем. Теперь нити у нас за работой. На той стороне будут. Вот у нас салатовая нить. За заднюю стенку провязываем лицевой петлей. Салатовую петлю. Дальше у нас идёт голубая нить. Значит, мы голубую нить укладываем вот таким образом. Затем у нас розовый. Поднимаем розовый наверх. Затем салатовый поднимаем. Салатовый поднимаем. Голубой поднимаем. Голубой поднимаем. Салатовый подняли, голубой вверх. Салатовый подняли, голубой вверх. И вот мы получили вот такой узор из нитей трёх цветов. Поскольку нити от клубков у нас перепутались, можно их раскрутить, размотать. Но это дело уже хозяйское, кто как хочет. Я раскручиваю. Значит вяжем теперь лицевыми петлями. Вот у нас картинка получилась. Для этого мы укладываем нити, если вы распутали. В таком порядке. Вот как петли идут. Розовая, голубая, салатовая. Вот. Розовая, голубая, салатовая. Укладываем на указательный палец. Затем под голубую вводим средний палец. А розовую вот так укладываем. Ещё и на безымянный. Вот таким образом должно у вас нить идти. Если у вас конечно есть желание. Тогда они не перепутаются. И вяжем лицевыми петлями. Три первые петли мы снимаем не провязывая. И далее вяжем розовая, голубая, салатовая, розовая, голубая, салатовая. Сейчас я делаю вам釣 readings для аптека. Вот так So. Три первые билеты... Геррина. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, провязываем лицевыми петлями. Точно так же вяжите изнаночный ряд, как я вам показывала ранее на двух нитях.